Трофейные команды работают в Дебальцево уже не первый день, но подсчитать точно, чего и сколько оставили здесь защитники украинского отечества не получается. Освободив Дебальцево, ополченцы к своему удивлению узнали, что на самом деле здесь было два города. Один с мирными жителями, второй по соседству с первым. Военная база украинской армии. Тут небольшой городок со своими районами и улицами, даже злачными местами. И с конца в конец идти минут 40. А у нас почти таких нет. Что нету? У нас мало таких. Снарядов? Да. Ну вот, заберем. Количество боеприпасов здесь измеряют не ящиками, а грузовиками. Грузовик снарядов, грузовик выстрелов в гранатомёту, грузовики патронов, миномётных мин, даже автоматы. Полная машина боекомплектов для БМП-2. Раскочно-фугасные. Снаряды ездят, не знаю, там тысячи. Сидя в окопах под Дебальцево, окружённая украинская группировка не голодала благодаря, в том числе и Польше. Этот хлеб испекли в пекарне польского городка Пшеворск. Пекарня специализируется на поставках польской армии. Чё? Подюхай. Оф. До спиртовой. До спирта добавляют. На брошенных позициях ополченцы находят инструкции, предназначенные явно для общения с теми, кому украинский язык не знаком. Причём для общения специфического, на военные темы. Перевод английских команд на украинский, чтобы бойцы понимали, что от них хотят. Это в очередной раз свидетельствует о том, что на стороне украинской армии воевали иностранные наёмники. А ещё здесь десятки, если не сотни единиц военной техники. От дальнобойных гаубиц М-100Б до реактивных установок, не считая танков и бронемашин. Такого количества трофеев у армий Донецка и Луганска не было давно. Дебальцевский котёл оказался богат на подарки и на последствия. Боевой запал украинской армии явно пропал. Субтитры создавал DimaTorzok